Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о Туринской плащанице. Туринская плащаница льняное полотно размером 4 метра 37 сантиметров на 1 метр 11 сантиметров, с негативным изображением мужчины в полный рост, видами спереди и сзади, почитаемая как святыня католической и православной церквями. Христиане считают, что именно в это полотно завернули тело Иисуса Христа после смерти. В настоящее время плащаница хранится в соборе святого Иона Крестителя в Турине. После воскресения Иисуса Христа о погребальных пеленах, которые апостол Петр увидел в пустой гробнице, сообщают евангелисты Лука и Ион. Алтарные покровы с изображением Христа размером в человеческий рост распространились в Византии в конце 11 века. Такие покровы, хранившиеся в различных церквях Константинополя упоминаются в ряде источников 13 века. По свидетельству Николая Миссарита в 1201 году в Часовне Богородицы Фарос в Константинопольском дворце Букалион он видел похоронные ризы Господни. Они из полотна и еще благоухают помазанием. Участник и летописец 4-го крестового похода, в ходе которого крестоносцами был взят и разграблен Константинополь. Роберт де Клари также упоминает, хранившийся в монастыре Богородицы в Лохернской саван, которым был обернут наш Господь, на котором можно было хорошо видеть лик нашего Господа, исчезнувший после взятия Константинополя. Впервые реликвия была документально зафиксирована во Франции, в 1323 году Фру де Шерни, объявил, что плащаница находится у него. В 1452 году ее выкупил Людовик I Савойский и хранил в городе Шамбери. В 1898 году, когда плащаница была выставлена на обозрение, фотограф-любитель и адвокат Секонда Пиа сделал снимки и обнаружил на негативах четко проступивший человеческий лик. Это открытие поставило ряд вопросов, главные из которых были вопрос о подлинной плащаницы и личности изображенного на ней человека. Однако провести серьезные исследования с помощью современных методов удалось только в конце XX века. Туринская плащаница открывается для обозрения паломников довольно редко. В последний раз это было сделано с 10 апреля по 23 мая 2010 года. В дни Зимней Олимпиады 2006 года, проходившей в Турине в подземной части Туринского собора, при помощи компьютерной графики было выставлено виртуальное изображение плащаницы, а также устроена экспозиция, посвященная ее истории. В 1981 году учеными-криминалистами было проведено исследование отпечатков крови на саване. Исследователи сделали вывод, что она принадлежит к четвертой группе. Ученые из Чикагского университета Лайолы утверждают, что на плащанице имеются следы от монет, которые были положены на глаза, завернутого в полотно. И в них можно различить символы, характерные для монет времен Пилата. Профессор Джулио Фанти проводил исследование нахождения ткани относительно тела. Профессор насчитал на изображении 370 ран от бичевания и отметил, что были раны, которые не отобразились на плащанице, так как с тканью соприкасались только передние и задние части тела. В новой католической энциклопедии сообщается, что изображение всего тела Иисуса на плащанице довольно четко выражено. Хотя в местах наибольшего прилегания очертания должны быть более выраженными, а местах наименьшего прилегания менее. Копии туринской плащаницы находятся в Белоруссии, Италии, Испании, Португолии, Франции, Бельгии, Мальтии, Аргентине, России. Самая ранняя копия туринской плащаницы, датированная 1516 годом, находится в резнице церкви святого Гомеравлирия, расположенном в Бельгии. С 1997 года копия туринской плащаницы находится в России, в Сретенском монастыре, в Москве, являющаяся одной из пяти точных копий туринской плащаницы. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам об иконе Богородицы, которая сама стоя приплыла по морю на Афон. Вставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте свои истории присутствия Бога в вашей жизни. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!